В дагестанских огнях произошел несчастный случай. Там при выезде с частной территории водитель грузоподъемной машины задел ворота, которые упали вместе с забором. В это время неподалеку играли двое маленьких мальчиков в 8 и 4 лет. В результате обрушения забора один ребенок погиб на месте, другой госпитализирован. Накануне на 24-м километре автодороги Махачкала-Верхний Гунип 31-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 9-й модели, совершил наезд на 47-летнюю жительницу Махачкалы, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате транспортного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Жители поселка Баматбикюрт Хасавюртовского района собрались, чтобы остановить работы по проведению высоковольтных линий через их населенный пункт. Ранее с таким же требованием они проводили митинг у здания администрации Хасавюрта, но город планов не изменил. Пресс-служба администрации заявила, что работы ведутся согласно ранее утвержденному плану. Линии проходят по общественной территории, мимо частных домовладений. На место прибыли сотрудники полиции. Еще один стихийный митинг. Сегодня на улицы вышли жители села Кокашура Карабудахкенского района. Они недовольны тем, что их односельчанин, предположительно бывший чиновник, через подставное лицо приватизировал земли села. Большая группа людей сначала решила направиться к главе администрации района, а после в Махачкалу, чтобы выразить свое недовольство. На место прибыли сотрудники полиции.